Всем привет, мои хорошие! С вами Ака Эмили, и сегодня я снимаю для вас очередное новое видео. Сегодня у нас с вами будет лесгинский цган с мясом. Один раз я уже снимала такое видео, и не одна. Сегодня это будет второй раз, но, конечно же, всю эту огромную тарелку съесть мне, конечно же, не удастся. Но пару кусочков я съем. И я хочу с вами обсудить некоторые моменты, которые недавно со мной произошли. У нас новостройка, и у нас пока что нету купчи. Купча это документ, ну, дома, так можно сказать. И сейчас у нас конкретные проблемы с получением этой купчи. То есть это ужас какой-то. Хотят деньги. Я говорю, что если вы хотите деньги, предоставьте мне, пожалуйста, чек, что я вам отдала столько денег. Они мне говорят, тогда не 800, не 900, заплатите 500, и договорились. Я не понимаю, что за хрень. Если я должна это платить действительно, как может быть, да ладно, заплатишь 500. Короче, сейчас вообще очень напряженные моменты в жизни у нас. Поэтому вчера видео не было, я просто вся была на нервах. Ребята, никогда не покупайте квартиры в Шарур МТК. Купите, сто раз пожалеете, честно. Но самое хорошее, хороший момент заключается в том, что наше государство нас защищает. То есть есть горячие длини. Можно куда-то обратиться. Тебя выслушают. Примут твою заявку. Кстати, если у вас такая же проблема, как и у меня, обращайтесь на горячую линию 161. Это борьба с коррупцией в Азербайджане. Если с вас тоже хотят деньги, непонятно за что. При получении купчи, обращайтесь туда. Потому что эта проблема касается всех наших соседей. Но почему-то все боятся куда-то обращаться. В общем, если органы тоже как-то забьют на эту тему. Но я так не думаю на самом деле. Мне очень нравится, как работают правоохранительные органы Азербайджана. Если так произойдет, то я сниму для вас отдельное видео и расскажу вообще всю суть этого конфликта. Но если вы тоже не можете получить, например, свою квартиру, за которую вы заплатили деньги, с вас требуют какие-то дополнительные 500 долларов, то нужно обращаться по 161 горячая линия. Там, правда, долго на линии сидеть, но зато решают. Вот такие вот дела. Поэтому настроение вообще не очень. Кстати, рецепт этого блюда будет на моем кулинарном канале, на нашем кулинарном канале с мамой. Обязательно заглядывайте. В инфобоксе будет рецепт. Наконец-то мамочка приехала. И наконец-то домашняя еда. Колбаса. Колбаску папа привез из России. Обожаю российскую колбасу. Такое слоеное тесто, которое прям в руках разваливается. Еще плюс очень много начинки. Я люблю, когда много начинки. Здесь мясо, лук, картошка. Это что-то наподобие российского пирога с мясом. Вкуснотища, ребята. А еще сегодня был такой туман. Как будто бы в фильме Silent Hill. Это просто невозможно. Я реально вышла на балкон и не поняла, что происходит. Я подумала, что я не проснулась. И это сон. Оказалось, нет. Ребята, кто знает стойкую помаду для губ? Пишите в комментариях. Сегодня я попробовала воспользоваться карандашом для губ. Но вы смотрите, все это стирается моментально. Папа привез самую главную мою косметику и еще привез маски. Сейчас вообще нигде не найти маски. потому что у людей паника. Не то, что маски дорогие. Их просто нет. От слова нет. Смотрите, просто какой слой начинки. Я, конечно, все это кушать не буду, потому что домашним тоже надо оставить. Но это реально произведение искусства. А еще у меня появилась идея. Точнее, она уже была. Снять еще одно видео мукбанг с подписчицей. Если среди вас есть желающие, обязательно пишите в комментариях. Хотя нет, в комментариях я даже запутаюсь. Переходите на мой инстаграм. Если вам не трудно, сразу отправляйте мне видео в директ. Как вы говорите на камеру. Потому что мне очень важно, чтобы девочка хорошо говорила по-русски и она не стеснялась камеры. Вот ICL идеально просто подходит. мне кажется, вам будет интересно видеть разных людей. Сосель вы уже видели, сосель вы знакомы. В принципе, с соселью еще можно снять какое-то видео. Это не исключено, но я думаю, еще интереснее будет, если именно ты будешь сидеть со мной и мы с тобой будем снимать видео. Мне кажется, так будет прям вау. когда я снимала видео мукбанк с подписчицей, я сначала выбрала ICL, а потом мне еще девчонки в моем инстаграме поотправляли видео. Но я уже с соселью договорилась, как-то мне было неудобно сказать, что давайте вы вдвоем придете. Девочек классных было очень много. Как же это вкусно, ребята! Если вы смотрите мои влоги, вы, наверное, видели, как я ходила в Браво и там покупала себе чашку. Точнее, не покупала, я рассматривала. Я хотела купить, но в конце не купила фиолетовую чашку, которая на обложке до влога. Ребята, уже который день подряд я настолько жалею, что я не взяла эту чашку. Я просто в жизни не видела такую классную чашку. Это предпоследний влог, где вот фиолетовая вот эта чашка. Вы ее вот так вот трогаете и настолько приятны эти тактильные ощущения. Это не то, чтобы матовое покрытие, оно настолько приятное, прям невозможно описать. Чашка стоила что-то в районе там трех монат, но 3,20 по-моему. В принципе, это недорого для чашки. Сегодня, кстати, я накрасила с карандашом для губ. Я думала, что он будет суперстойкий, супер хорошо держаться, но оказалось, что нет. Куски просто огромные. Мама специально так порезала, чтобы вот одним куском можно было наесться. Конечно, да, можно наесться, но только не я, ребята. Только не я, так прикольно когда папа дома мама папа как только приехал начал менять лампочки во всех комнатах и чинить розетки реально так прям чувствуется что долго папы не был уже нигде ничего не работает ты вообще забота отцовской это просто нечто я помню у меня была подружка в российском у нее родители развелись и отец у нее жил в казахстане я однажды была у них в гостях и пришел мастер чинить там розетки или что-то такое и чтобы поменять одну розеточку на то время он взял 500 рублей я ни в коем случае не считаю что это много но просто когда папа это все делает бесплатно тебе кажется да это ерунда это то же самое что переставить стул например на другую часть комнаты вот посмотрите но не шедевр это на самом деле тогда я задумалась что когда для нас родители что-то делают мы реально считаем что так и должно быть а на самом деле ничего подобного мой сосед в боулинг играют не знаю правда или нет в комментариях мне один человек написал что я твой сосед сверху я специально делаю эти звуки не знаю это просто какой-то подписчик который решил прикольнуться ли действительно мои соседи сверху меня смотрят я знаю что где-то шестого седьмого этажа смотрят да там есть но вот чтобы соседи сверху это еще не знаю реально иногда так бывает приятно ты идешь куда-то и кто-то улыбается например приходишь в банк вот недавно я пошла в банк делать денежный перевод и там девушка оператор она меня узнала реально это было очень приятно ты просто сидишь беседуешь с оператором выполняешь перевод по золотой короне и вот а вы все закончили она говорит что я вас знаю вы снимаете видео про еду и и у вас ник айка эмили и я такая да прям наедаешься сразу если честно но так вкусно посмотрите я прям руками ем у меня весь стол прям в лизгинском цикане я раньше всегда говорила что я лук не люблю я лук не ем здесь столько лука но это просто кайф вообще я заметила что когда мы что-то не едим например мы думаем что у нас на это аллергии что нам противно и так далее на самом деле нормально идет я здесь немного на свинарничала ну ничего самое главное что это было нереально вкусно я съела два вот таких вот кусочек это было просто вот просто очень вкусно обязательно переходите в инфобокс и смотрите рецепт этого замечательного блюда а еще обязательно не забывайте переходить в мой инстаграм кто хочет участвовать в мук банк с подписчицей то обязательно присылайте мне свои видео чтобы я могла видеть как вы ведете себя на камеру всем желаю удачного дня приятного аппетита с вами лайк эмили всем пока